Пиявки выглядят не самыми милыми. Воображение рисует длинных темных червей, нападающих на человека и сосущих его кровь. Но пиявки на самом деле довольно интересные. Давайте познакомимся поближе с этими древнейшими вампирами. Пиявки встречаются на всех континентах, за исключением Антарктиды. В основном обитают в пресноводных озерах и прудах. Но некоторые живут в морях и океанах, а некоторые во влажной почве и лесной растительности. Пиявки, живущие в местах обитания, которые замерзают или высыхают, закапывают себя в ил и остаются бездействующими, пока среда обитания не улучшится. Пиявки относятся к кольчикам червям. То есть их родственниками являются всем известные дождевые черви, выползающие на поверхность после дождя. Пиявки имеют много общего с дождевыми червями. Во-первых, на их теле можно выделить головной отдел, туловище и хвостовой отдел. Во-вторых, у обоих тело состоит из многочисленных сегментов. В-третьих, у обоих нет костей, но есть гидроскелет. Это значит, что их тело заполнено жидкостью. В то же время пиявки заметно отличаются от дождевых червей. Во-первых, тело пиявок более толстенькое, плотное и мускулистое. Если у дождевых червей мускулатура составляет 30% объема всего тела, то у пиявок до 65%. Во-вторых, у пиявок нет на теле щетинок для передвижения, как у червей. В связи с необходимостью прикрепляться к телу других животных, у пиявок развелись две присоски – передняя и задняя. Прикрепившись к чему-нибудь задней присоской, она продвигает тело вперед и прикрепляется передней. Освободив заднюю присоску, пиявка подтягивает тело вперед, при этом середина тела немного выгибается дугой. Многие люди знают только одну пиявку – медицинскую, но на земле насчитывается более 600 видов пиявок. Пиявки обычно темного цвета – коричневые, черные или темно-зеленые, но некоторые виды особо красочные, они имеют пятна или полосы. Размеры пиявок могут различаться. Самые маленькие – не более 5 мм, средние – около 5 см, а некоторые крупные виды могут достигать 25 см в длину. Это средняя длина стопы человека. Но самая длинная пиявка – амазонская, длиной до 45 см. Это уже длина голени человека. Если у человека один мозг, то у пиявки 32. Выглядит это, конечно, не так. Все дело в том, что тело пиявки состоит из 32 сегментов, и в каждом сегменте имеется свой нервный узел, или по-другому мозг. Главный мозг, конечно, в голове, остальные – запасные. И если, например, пиявку разорвать пополам, то любой из оставшихся узлов берет на себя функцию головного. У них очень плохое зрение, несмотря на большое количество глаз – от 2 до 10. Пиявки способны различать только свет, темноту и немного очертания предметов. У них нет ушей, поэтому они вообще ничего не слышат. Пиявки используют вибрации. Кстати, замечена их любовь к музыке. Классические произведения. Они могут не только с удовольствием слушать, но и пританцовывать. А вот тяжелый рок вызывает в них отрицательные эмоции. Дыхательной системы нет, поэтому пиявки дышат всей поверхностью тела. Все пиявки являются хищниками, но питаются они тремя разными способами. Большинство видов питаются кровью живых организмов. У таких пиявок три челюсти, и на каждой расположено множество крошечных, но очень острых зубов. Их зубы способны пробить даже толстую кожу бегемота. После укуса таких пиявок на коже остается след, очень похожий на эмблему известной марки автомобиля. Второй способ питания у пиявок, которые тоже высасывают кровь, но делают они это по-другому. Они протыкают кожу жертвы не зубами, а хоботком. Такие хоботные пиявки высасывают кровь у рыб, черепах, лягушек и улиток. Наконец, третий способ у пиявок, у которых нет ни челюстей, ни хоботка. Они просто поглощают добычу целиком. Досыта наявшаяся пиявка может увеличиться в размерах в несколько раз и не питаться целых 6 месяцев. А все потому, что в их пищеварительной системе есть специальные кармашки или мешочки, в которых пища может храниться долгое время. Кроме того, в кишечнике есть особые бактерии, которые каким-то таинственным образом так обрабатывают проглоченную пищу и кровь, что они не портятся и долго остаются свежими. Теперь рассмотрим процесс укуса. Хотя пиявка прокалывает кожу человека и других животных своими зубами или хоботком, этот процесс совсем не болезненный, потому что в слюне пиявки содержится вещество, которое обезболивает, то есть уменьшает боль. Однако после укусов пиявок раны долго кровоточат. Почему же такое происходит? Все дело в том, что всякий раз, когда вы получаете порез, образуется сгусток крови, который останавливает кровотечение через несколько минут. Но пиявка не может питаться, если кровь образует комок, и поэтому она выделяет другое химическое вещество – герудин. От греческого геруда – пиявка. Герудин препятствует свертыванию и позволяет крови течь без остановки, а значит пиявка может высасывать ее долгое время. Пришло время подумать и о потомстве. Сначала пиявки откладывают яйца в кокон, которые носят на себе. Потом они выползают на сушу и откладывают кокон во влажную листву, землю или траву. Через некоторое время из кокона появляются малыши-пиявки. Их называют нитчатки. Напоследок расскажу про самый известный вид пиявок – медицинскую. Ее легко узнать по внешнему виду, ведь у нее есть оранжевые продольные полосы на спинке и по бокам. Уже по названию понятно, что она используется для медицинских процедур, начиная с давних времен. Например, в Древней Греции пиявкам разрешали выпить лишнюю кровь у человека, особенно если она была плохой или зараженной. Египетские фараоны тоже не брезговали приставлять к телу пиявки. Лечение пиявками использовалось и в Древней Индии, а это лечение римского императора Галерия. Также применяли пиявок для пациентов знаменитые врачи всех времен и народов – Авиценна и Гиппократ. Что касается Российской империи, и то и здесь пиявки были одним из самых популярных лекарственных средств. До 20 века в России постановку пиявок прописывал пациенту каждый земский врач практически при любом диагнозе. При всех госпиталях и больницах для пиявок были построены специальные садки, и ни одна аптека не обходилась без склянок с ними. Также на Руси пиявки ставили перед балом, чтобы румянились щечки и блестели глазки. Более того, их продавали в разные страны, а доходы от продажи иногда были даже равны полученной прибыли от продажи зерна. Однако с появлением в начале 20 века антибиотиков лечение пиявками перестало быть актуальным. Если во время купания к вам присосалась пиявка, не надо ее отрывать, это бесполезно. Чтобы снять пиявку с тела, надо просто поднести к ней ватку, пропитанную сильно пахнущим веществом, йодом, календулой и духами, она мгновенно отпадет. Это и все, что мы хотели рассказать про пиявок. Надеюсь, вы узнали много нового.